Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Елена Елена Букатарь, я заводила в Старом 10. И мы планировали эту выставку к юбилею, потому что в Березарусской традиции 20 лет назад. Но это было в прошлом году, в ноябре, и мы ее открыли тоже в ноябре. Но поскольку сегодня у нас будет юбилей, 60-летие, то она тоже имеет естественное отношение к юбилею, потому что здание, в котором расположен Кровеческий музей, тоже проектировал Феликс Викторович Консервус. Поэтому то, что мы увидим на выставке, это все его творчество, по сути дела, и в основном это фасады здания. А вот интерьер, действительно богатейший интерьер, который он проектировал, это все наше здание. Если кому-то захочется увидеть, как это было изнутри, то можете прийти к нам в музей и на юбилей, и просто так, естественно, посмотреть все богатство архитектуры, всю красоту его планировок и всю палитру богатейшую его архитектурных предметов. Выставка называется «Из прошлого в будущее». А идея этой выставки? Ну, идея этой выставки, дело в том, что мы специально это сделали, потому что у нас, кстати, ход такой. Мы представили здесь на выставке и современный вид, сегодняшний вид этих зданий. Кроме того, на выставке представлены чертежи архитектурного факультета Академии строительной нашей Одесски, потому что вот эта перекличка от Министерства старых мастеров к учебе, наверное, и строительству сегодняшнему, мне кажется, что эта связь должна была быть прослежена, потому что у меня есть, во-первых, к чему-то учиться и очень многому, и студентов, и, наверное, и архитекторам сегодняшним, потому что то, что сегодня проектируют, возможно, все это грандиозно, огромно, но не всегда красиво. А тут художники и мастера-архитекторы учитывали абсолютно все. Они не только разрабатывали прекрасные планировки, проекты и так далее, но и видели в целом, в общем-то, как будет выглядеть город. И это очень важно, потому что вот на этой выставке у нас есть некоторые истории, и доклад, кстати, на конференцию будет посвящен этому, посвящен красной линии. Что такое красная линия архитекторы знают? Это значит линия, за которую не должны выходить фасады на пространстве улицы. И целая полемика была посвящена коммерческому училищу, которому почти не суждено было состояться, именно потому что его некоторые детали фасада на два метра всего выступали за пределы красной линии. И пришлось обращаться даже в высшие инстанции, то есть начальнику города, это представительство Министерства внутренних дел в свое время было. Только он на это может решить этот вопрос, тяжелейший вопрос на то время и совершенно простой сегмент. Вот эта связь тоже прослеживается, мы об этом тоже делали эту выставку, ну и потом более 70 зданий, которые существуют до консервовского, мы на этой карте можем увидеть, которые жили красными точками, помечены те здания, которые он спроектировал, мосты, лестницы, а желтыми точками отмечено то, что он конструировал. Он не только проектировал сам, но он участвовал в реконструкциях, участвовал в переделках любых зданий. И вот эта вся выставка, это у нас все будет посвящено. И это очень знаковые для города архитектурные сооружения, те сооружения, которые являются резидной карточкой города в своего рода. То есть это первое, это археологический музей, который в свое время был музей на истории беременности. Вот, это Шасский дворец, который мы тоже все прекрасно знаем. Бывшая, конечно, к сожалению, безвременно угасшая гостиница Спартак, которая была на Дерибасовской, которая сейчас занимает торговые точки. Потом, вот здесь вот, если вы посмотрите, вы увидите такое вот, как бы на большое собрание здание, которое он проектировал. Например, это небольшой плакат. Вот, но это, конечно, далеко не все. Многие особняки, прекрасное на Екатеринской 33-й стол, вы видите, вот здесь вот. Это фрагмент чертежа. И далее вот его, видите, вот это вот две фотографии. Вот, причем это граммбуры. Вот, знаменитые Павловские дома на канатах, здесь мы видим, если вы сможете, в первую очередь, в которых проектирую Концеровский. Причем это не просто архитектурные сооружения, а это, в общем-то, для нашего города в то время было достаточно актуально и передово, потому что, что такое, почему Павловские дома, Павел Лемчицкий, он был купцом, и он оставил после себя достаточно большое состояние, около полмиллиона рублей, это по тем временам огромное состояние, и оставил завещание, чтобы на его деньги было выстроено здание дешевых, именно дешевых квартир для малоимущих слоев населения. И больше ста квартир было в этом здании, и где-то процентов 30 из них действительно бесплатно были отданы людям, которые нуждались в этих квартирах. Дальше вот мы видим прекрасные работы, именно чертежные работы, это сектор. Дальше вот, это известное создание на Воголе, вот так оно было сделано тогда, вы видите, если внимательно посмотреть на это, тут еще нет галереи Твисты, вот это, ну, с тобой нет. Так это выглядит сегодня, постараюсь показать. И вот это чертежи, чертежи, которыми обладает наш музей, это, в общем-то, сокровищение в сегодняшний день, это полное собрание чертежей этого, это доходный дом Елены Григорьевны Толстой. То есть помимо того, что у них был свой особняк, то в 70-е годы очень многие предприниматели, купцы и так далее поняли, что деньги в длинусят не только торговля и фабричное производство, но и, в общем-то, здания, которые можно сдать в аренду. Для Одессы это всегда было актуально, и, наверное, будет актуально, сдача квартирная, и многие стали строить, вот у нас в городе огромное количество доходных домов, которые, ну, сейчас это считается прекрасными квартирами, а тогда эти доходные дома были от, ну, вот, например, такой же доходный дом был возле моста, как у нас это называют этот мост, тёща мост, да? Вот, там есть уголок Старой Одессы, и вот там были такие галерейного типа доходные дома. А были доходные дома огромные, трёхэтажные, на три квартиры. То есть от очень дешёвых, доступных до роскошных, красивых. Кроме того, очень интересна для, наверное, сегодняшних архитекторов и поучительная история о том, что, чтобы архитектор выстроил здание, ему давали разрешение, он давал очень интересные обязательства. Я вам сейчас его покажу, если не общественное училище, вот, о том, что он готов отвечать, и причём это была расписка, и это было действительно так, особенно общественное здание, финансово. То есть его имущество бралось в залог. И тогда, когда, после того, как он сдавал уже здание выстроенное, при Одесском отделении строительным, при Одесской городской управе, существовал такой корпус инженеров, которые проверяли качество строения. И, соответственно, если инженер подтверждал, и там у нас есть документы в витрине такие, что здание выстроено качественно, из настоящих хороших материалов и выдержит долгую эксплуатацию, то архитекторов имущества освобождали от залога. И мы, кстати, знаем печальную историю о том, когда он взялся быстро эту местность с улицы Гоголя на Приморскую, она у него поехала, потому что он не учёл всех сложностей склонов наших вот этих приморских, и ему пришлось устанавливать его за свой счёт. То есть это тоже, в общем-то, серьёзное, как говорится, отношение тогда к архитекторам, к их работе и так далее. То есть этому есть подтверждение в документах. Ну и дальше мы можем показать, вот это мы первые ситуации показали. В общем-то, он приехал в город Анкаляк, он приехал в город в 1850 году. И здесь вот эти чертежи, это первые чертежи, когда он для Феликса Машевского проектировал здание. Оно существует до сегодняшнего дня. Оно выглядит, конечно, не лучшим образом. Вот это на Приморской 25, оно уже в закладках всё у меня, но тем не менее оно сохранилось. И вот это его чертёж, вот здесь. А дальше, сейчас у нас в Одессе вышла, выходит ряд альбомов, которые изображают, ну вот фотографии балконов, фотографии ворот. Это целая серия, которая выходит, она известная для любителей города нашего, для краеведок и так далее. И очень многие мне задавали вопрос на выставке, действительно ли архитекторы сами разрабатывали вот эти все решётки, эскизы и так далее. Мы увидим, потом я вам покажу фрагменты. Фрагменты мы взяли из разных книг фрагментов. И вот для того, чтобы это подтвердить, вот фотография. Это дом для графа Строганова в 50-х годах выстроенный. И там это Воронцовский перелог. И вот вы видите верх ворот. Вот, вот, и вот чертёж. И здесь можно, в общем-то, понять, что действительно архитекторы сами. Да, конечно, это были типовые, возможно, для индивидуального заказа это было дороговато. Кто-то мог себе позволить, а тот, кто не мог, то вот эти литейные мастерские, которые делали решётки, они называют из типовых элементов, но само рисунок это тоже, в общем-то, непросто. Мы подойдём с вами сейчас к этому плакату, который у вас набрали. Красивые рисунки. И я, мы так.